Приветствую вас! Я всё-таки считаю, что человек должен действовать исходя из своих предпочтений, исходя из своих ценностей, исходя из своего восприятия, исходя из того, что он считает важным, а не исходя из того, что ему говорят другие люди. Вот. Это можно как-то принять в определённых границах, когда речь идёт про профессиональную деятельность, но нельзя ни в коем случае допускать подобного в вопросах личных взаимоотношений, потому что ничего хорошего из этого не получится. Потому, я думаю, что по некоторой причине вы сомневаетесь в себе, вы не доверяете себе, вы не доверяете своим чувствам, вы не доверяете тому, что вам важно, либо вы боитесь слишком сильно потерять девушку, боитесь, что она в результате каких-то действий от вас либо уйдёт, либо изменит своё мнение о вас и так далее. Но по большому счёту всё это вот результат того, что вы себе не доверяете. И задачу психолога я вижу в том, чтобы научить вас доверять больше себе, чтобы именно вот вы прислушивались к тому, что вы чувствуете тому, что вам важно, так к тому, как вам хочется поступить. То есть, вам хочется, вы делаете, не хочется, не делаете. И это могут быть разные вещи сегодня. Это то, что касается поездки в область, завтра это касается чего-то ещё. Важно, чтобы вы следовали в себе. Важно, чтобы вы следовали в своём, вот, ну, своему видению, своё восприятие. Важно, чтобы девушка видела, какую вы. Чтобы, ну, максимально искренне между вами были отношения. Но искренность это ещё и такая история, когда человек в результате своих действий не ждёт чего-то от другого. Поэтому это очень важная сторона вопроса. Если эти два момента есть, то ваши отношения можно назвать абсолютно чистыми, которые приведут вас туда, куда они должны привести в зависимости от того, какие вы люди. И всё. Поэтому, Владимир, я думаю, что по какой-то причине вы занимаетесь в себе, по какой-то причине вы занимаетесь именно в том, что вы чувствуете, занимаетесь в своих ценностях, пытаетесь добрать какую-то уверенность от других людей, либо на поддержки, либо на противовесие. По большому счёту, люди, когда обращаются за вот таким вопросом, они уже приняли какое-то решение, просто хотят получить либо подтверждение, либо наоборот, опровержение своей, ну, своей проблеме, своему решению. Вот. И вам очень просто честно, честно себе сказать, что хотите вы. Чем честнее вы будете, тем лучше. Но по опыту я могу сказать, что, коль вы обратились сюда, сомнения были, сомнения возникли не вчера, сомнения возникли не недавно, но сомнения у вас, скорее всего, были уже. И, на мой взгляд, основная идея заключается в том, чтобы помочь вам с этими сомнениями разобраться, чтобы у вас все равно было. И тогда вам будет проще, гораздо проще, чем сейчас. Вот. Это будет проще для вас, это будет проще для вашей девушки. Это позволит вам более аутентично, более конкурентно вести себя в взаимодействии, ну, в взаимодействии с людьми вообще, не только с девушкой. Вот. Я думаю, я думаю, что, примерно так. Я думаю, вам можно ответить на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, правильно, правда надеюсь, что помог вам. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я надеюсь, что вы извлекли для себя что-то. Ну, извлечете, точнее, для себя что-то. И я очень надеюсь на то, что вы сделаете выводы, и все-таки немножко иначе будете себя вести. Ну, в том числе, вот, с девушкой в сафари. Только так, вы можете, ээээ, серьезно рассчитывать на то, что ваши отношения, эээ, будут именно такими, какими они могут быть. А не такими, чтобы вы их, ну, куда-то стянули, такими, чтобы вы их куда-то пытались тащить и так далее. На мой взгляд, это, такого рода, эээ, отношения, ну, никогда ни к чему хорошему не приводят. Вот. Поэтому, эээ, будьте искренним в своих действиях, эээ, вот, в своих, ээээ, решениях. Эээ, следуйте к себе, своим, эээ, чувствам, и, эээ, обратитесь к психологу для, эээ, того, чтобы убрать, те, препятствия, которые сейчас, сейчас у вас имеются на пути к чувствам. Если понравился, эээ, мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Ну, а я вам желаю всего самого доброго и удачь.